Друзья, всем привет! Сейчас будет дайджест самых главных новостей за последние дни, самых ярких событий или тех, которые будут иметь серьезные последствия. Пишите, что вы думаете о таком формате моих ютубов. Это такой экспериментальный формат, очень интересны ваши комментарии. Ну и не забывайте нажимать на лайк, делитесь видео, ну и кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Итак, начинаем и начнем с Молдовы. Тут Молдова, в общем, себя ведет уверенно по отношению к России, правильно. И, например, в ответ на то, что на территории Приднестровья развернули участки по выборам президента России, так называемым выбором, понятное дело, на территории суверенной Молдовы, не спрашивая правительства Молдовы, то Молдова высылает одного российского дипломата. На самом деле могли и жестче реагировать, но тоже реагируют, и слава богу. Это вызвало истерику, Россия тоже высылает, Захарова плюется, Лавров вылез и начал рассказывать, как все плохо. Тут еще Молдова не пустила делегацию российскую, отказала российской делегации в конференции по продовольственной безопасности ООН, которая пройдет в мае в Молдове. И российской делегации сказали, вам тут нечего делать. Ну, правильно, Россия только уничтожает продовольственную безопасность мира, закрывая Черное море, атакуя украинские порты, украинских аграриев и так далее. Правильный ход. Ну, конечно, Лавров тоже начал рассказывать, что это возмутительно, ужасно. Значит, и вообще Санду собралась проводить референд на восстановление въезд без Приднестровья, отказалась от переговоров по схеме 5 плюс 2, мол, вообще отказывается от Приднестровья. В общем, как вы видите, такая перепалка идет, и мой товарищ Михай Попшой, который сейчас вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы, сказал, что они твердо поддерживают Украину в интервью, и отношения между Молдовой и Россией худшие за всю историю. Ну, могли бы быть и хуже, если бы Россия прорвалась к Молдове, то явно бы ее атаковало. В Молдове сейчас, и Молдова это прекрасно понимает, в Молдове в апреле проходят учения с румынскими военными и американскими военными. Совершенно не случайный подбор военных. И отрабатывают они на полигонах, и стрельбы, и высадки, и десантирования. Тоже абсолютно правильный шаг. Там, кстати, министр обороны Румынии сказал, что Румыния готова защищать своих граждан за пределами Румынии, а дело в том, что в Молдове сотни тысяч граждан Молдовы, и они одновременно граждане Румынии. В общем, тоже понятный абсолютно месседж со стороны Румынии, что мы, мол, Молдову не бросим Путину в пасть. Ну, понятно, что Путин пока к Молдове и прорваться не может. И ЗСУ выкинули его с правого берега Днепра. Мы уничтожили значительную часть Черноморского флота, российского. Поэтому пока о Молдове Путин может только мечтать, но точно, что мечтает. Поэтому то, что такие учения проходят в Молдове, это, друзья, очень правильно и в правильную сторону смотрит руководство Молдовы. Ну и отдельно в Молдове происходят правильные движения в отношении так называемой главы Гагаузии, которая ездила лобызала пятки Путину. Сейчас там возбудили против нее уголовное дело в Молдове. Она бьется в конвульсиях, кричит о политических преследованиях. Ну, правильно, российским агентам не должно быть места в независимой Молдове. Здесь все абсолютно верно. Идемте дальше, друзья. Очень интересная появилась информация о вчерашнем супер успешном украинском ударе по Алабуге. Она же в Елабуге, это зона индустриальная, в которой собирают шахиды, чтобы бомбить Украину. Ну, они же Герань-2. Так вот, кто не видел, кстати, я вчера делал видео, ссылку оставлю в описании. Обязательно посмотрите с разбором полностью этого удара. Так вот, появилась информация официально. Значит, пресс-служба Татарстана сообщает, что граждане 9 стран пострадали в результате этой атаки. Ничего себе, а что они все делали на заводе по производству шахидов? Послушайте теперь страны. Киргизия, Шри-Ланка, Нигерия, Руанда, Конго, Зимбабве, Южный Судан и Кения. Ага, то есть вот кто собирает на самом деле шахиды. Россияне и шахиды это собрать не могут. То есть вот кто, еще раз повторюсь, Шри-Ланка, Нигерия, Руанда, Конго, Зимбабве, Южный Судан, Кения, Киргизия. А вот кто собирают шахиды, которыми бомбят Украину. Интересная история. Ну, и она показывает, насколько успешным был вчерашний удар. А тут как раз очень смешное появилось видео клоуна Кадырова, который рассказывает, что одну кнопку может нажать российское ПВО. И сразу пять тысяч самолетов, пять тысяч, дон, пять тысяч, дон, уничтожат. Посмотрите. Вот, смотрите. Да, вот напомню, вот кадры, как один самолет пролетел более тысячи километров по территории России, ударив по зоне индустриального развития Алабуга, по заводу, который производят шахиды. Один самолет. Пять тысяч натовских, конечно, легко. А вот один не могут сбить. Посмотрите еще раз это видео. Да, друзья, так что тут появляется дополнительная информация. Но есть и успехи у российских спецслужб. Да, друзья, они нашли, нашли в иконах взрывчатку. Партия икон поступила из Украины в Россию, и в иконах ФСБ нашло взрывчатку. Посмотрите, как доблестное ФСБ находит в иконах взрывчатку. Партия икон. Проложено специально, чтобы она не болталась. Там еще на одном из кадров видно написано из Черновцов. Может, от Ануфрия, Ануфрия из Черновцов. Может, Ануфрия передал такой подарочек? Такую божью помощь передал. Иконы, да еще и с взрывчаткой. В общем, прикольная история. Ну, супер успех у России. Вот такие вот, друзья, новости. Вот такой вот дайджест. Пишите, что вы думаете о таком формате. Держим строй. Не забудьте подписаться. Лайк, шар, комментарий, подписка. Кто еще не подписан на мой телеграм-канал, тоже обязательно подпишитесь.